24 генный ключ тень зависимость 24 тень при правильном понимании многое объясняет как о самой природе теневых состояний так и то почему людям так трудно решать вечно повторяющиеся проблемы в их жизни из-за этой тени существует такая профессия как психолог и процветают большие рекламные кампании люди приходят в мир запрограммированными на зависимость и главный виновник этого наш ум хорошо известен современный миф что мы используем лишь очень небольшой процент нашего мозга но любой нейробиолог скажет вам что это неправда каждый день мы используем наш мозг практически полностью суть не в том какое количество мозга задействовано суть в том насколько эффективно мы его используем на сегодняшний день человеческий мозг по-прежнему остается неизведанной территории то как вы используете свой мозг определяется вашей генетикой поэтому некоторые люди думают более логически другие более абстрактно если сравнить структуру мозга с 88 клавишами пианино то можно сказать что здесь существует бесконечное число возможностей для создания музыки и мелодий но в случае с мозгом мы склонны находить те мелодии которые нам нравятся и проигрывать их снова и снова многие люди вообще не думают сами они получили обусловленные паттерны от своих родителей и окружения и продолжают следовать им всю свою жизнь конечно все используют свой мозг постоянно но крайне редко кто-то находит совершенно новые способы мышления синаптические маршруты в нервных узлах головного мозга также протоптаны и знакомы как общественной дороги и 24 тень усердно работает над тем чтобы сохранить их в неизменности массовое сознание человечества все еще находится во власти архаичного страха инстинкта выживания этот страх представляет собой мощную силу в химии человеческого тела 24 тень создает низкочастотный ритм во всем вашем существе и эта частота не позволяет вашим мыслям выходить за пределы зоны комфорта на физическом эмоциональном и ментальном уровнях во внешней жизни мы обычно следуем теми же самыми предсказуемыми маршрутами по которым наш мозг следует нейрологически это приводит к явлению известному как аддиктивное поведение когда мы говорим о зависимости мы не имеем ввиду конкретные психологические расстройства но весь кодекс поведения состоит из стольких самоограничений что человек не способен признать их как зависимости фактически все виды мышления вызывают привыкание вы можете быть зависимы или от правого полушария мозга или от левого но вы будете одинаково зависимы единственное что нарушает это пристрастие это тишина настоящее молчание как мы увидим именно молчание рождает 24 дар изобретательности искусство мыслить и действовать совершенно оригинальным способом каждый цикл зависимости имеет естественные пробелы и человек ощущает эти пробелы в своем сознании они могут случиться в любое время и не ставят вас в прямую конфронтацию с вашим страдание в это время обычно приходит глубокое чувство опустошенности которая очень некомфортно наша обычная реакция на эти пробелы в сознании выражается тем что мы пытаемся их избежать или себя отвлекая или буквально вводя себя в ступор тень зависимости гарантирует людям отсутствие перемен даже несмотря на то что мы можем искать новые способы жизни обычно мы довольствуемся тем что следуем нашей зависимости от внешнего и никогда не меняемся внутренне достаточно взглянуть на действия людей чтобы увидеть живут ли они состоянии зависимости или в более высоком состоянии изобретательности если они находятся под влиянием тени в них всегда есть некая беспокойная часть которая кажется никогда не отдыхает даже при внесении косметических изменений свою внешнюю жизнь они никогда не создают ничего оригинального этот паттерн также имеет тенденцию проявляться во взаимоотношениях этих людей где они часто проживают одни и те же сценарии совершенно не понимая почему даже если они меняют внешние взаимоотношения на другие в надежде на настоящие перемены та же самая тактика появляется снова и снова как часть внутреннего нейрологического паттерна из которого им практически не выбраться для того чтобы найти корень глубочайшего человеческого страдания важно понять механику тени зависимости один из способов приоткрыть завесу над этой тайной использовать модель тела христова упомянутый в двадцать втором генном ключе тело христова отсылает к семи телам слоям или оболочкам человека чтобы понять механику вашего страдания вы должны рассмотреть три самых плотных тела физическое астральное и ментальное их связи друг с другом корень человеческого страдания вплетен в днк вашего физического тела самое плотное тело из семи это первичная сакральная рана всего человечества и и ее единственная цель в конечном счете заключена в том чтобы спровоцировать ваше пробуждение следующее тело после физического по частоте вибрации это астральное тело в котором живут все ваши желания сексуальность эмоции стремление пристрастия и чувства в то время как в физическом теле живут наши простые базовые потребности в пище и крови астральное тело стремится к тому что не существенно для выживания первичная рана образована нашим ощущением разделения с тотальностью и астральное тело реагирует на эту рану желаниями все желания фактически сводятся к одному желанию избежать страданий причиняемых первичной раной и вернуться в чистое состояние единства если бы вы смогли достаточно глубоко и без попыток его реализовать посмотреть на это желание оно бы выгорело само в этом и заключается основная цель медитации следующий аспект вашего страдания находится в ментальном теле в вашем уме он реагирует на астральные желания и пытается найти выход из страдания зависимость начинается при взаимодействии этих трех нижних тел ваш ум рисует картины истории и проекты вокруг желаний астрального тела которые подталкивают вас к адективному поведению нацеленному на освобождение от страданий поскольку ум действует во времени его базовые стремления нацелены на счастье в будущем а не на принятии реальных условий настоящего в нашей культуре принято следовать стратегиям ума пытаясь избежать страданий и надеясь обрести счастье в будущем эта программа создана тенью для тени вот почему так трудно преодолеть это теневое сознание в повседневной жизни ничто внешнее не способно избавить вас от страданий поскольку они коренятся в глубине вашей днк только когда вы развернетесь внутрь и посмотрите на источник своего страдания вы наконец увидите эту зависимость в собственном уме программный партнер 24 тени 44 тень помехи которая ответственна за дисфункциональные отношения во всем мире являющиеся на данный момент нормой это неблагополучие побочный продукт общего сбоя в генетической операционной системе человечества что усиливается 24 тени зависимость это постоянное безостановочное воспроизведение одной и той же схемы и это то что происходит на синаптическом уровне в химии мозга обычного человека как белки в колесе мы воспроизводим те же сценарии снова и снова и не осознаем этого тогда возникает вопрос как нам избежать колеса зависимости и перенастроить программу чтобы она работала без сбоев полный ответ на этот вопрос лежит в двадцать четвертом даре но уже само осознание себя наркоманом шаблонов начинает менять программу двадцать четвертой тени ваша готовность противостоять собственному уму создает необходимые паузы внутри схемы что позволяет ментальному телу отделиться от астрального когда это происходит впервые астральное тело и его страстные желания более не подпитываются вашим цепким умом и вы проникаете намного глубже в источник вашего страдания вы очищаете астральное тело с помощью воздержания от внешней стимуляции и вы ступаете на святую землю чистого желания желание возвратиться к вашему истинному источнику подавленная натура тени замороженность когда подавленные натуры сталкиваются с пробелами в сознании внутренний страх заставляет их замерзать это замерзание может проявляться по-разному физически как полное отсутствие энергии эмоционально как депрессия или ментально как ступор в мышлении секрет любой зависимости лежит в том как мы реагируем на эти пробелы функционирование нашего сознания опасность зависимости заключается в том что в эти драгоценные мгновения не осознавая этого мы штампуем шаблон нашей судьбы на чистоте тени мы просто не позволяем себе ощутить пустоту которая предшествует изменению в сознании подавленная натура сжимается от ощущения этого пустого состояния тишины если бы мы встречали эти паузы в нашей жизни без подавления или реакции то внутри нас родилось бы нечто волшебное реакционная натура тени беспокойны реакционная натура как и подавленная не желает полностью принимать ощущение пустоты это чувство пустоты периодически ощущается каждым человеком его жизни пробелы в сознании могут ввергнуть вас в панику если мы реагируем активно а не пассивно мы делаем это из беспокойства чтобы избавиться от ощущения падения в бездонную пропасть мы переводим наш страх в деятельность и эта деятельность скрывает от нас потенциальную магию которая могла бы произойти внутри нас по сути есть два вида зависимых те кто впадает в оцепенение подавленная природа и те кто стимулирует себя реакционная природа реакционная природа проявляется у трудоголиков или игроков в то время как подавленная природа у алкоголиков реакционные натуры не могут усидеть на месте они полны беспокойства пытаясь избежать мощного и абсолютно естественного химического процесса который происходит у них внутри в том числе Субтитры создавал DimaTorzok 24 генный ключ – дар изобретательности. Обсуждая 24 тень, мы исследовали идею того, как можно оказаться пойманным в паттерны зависимого поведения, которые скрываются от нас самой природой. В дополнение к этому мы увидели, что эта зависимость может мутировать, если человек осознает пробелы между повторяющимися нейрологическими путями. Продолжаясь от секунды до недели и больше, эти пробелы спонтанно случаются у всех. Они способны полностью изменить гештальт всей вашей жизни и могут фактически ее дестабилизировать, если вы не сдадитесь им полностью. Ваш отклик на них определяет, становятся ли они проводником на новый уровень сознания, или же вы просто скатываетесь обратно в привычные способы мышления и действий. В случае с 24 даром эти пробелы в сознании полностью принимаются и поэтому раскрывают свою магию. Люди с этим даром или обнаруживают себя в попытках избежать эти пробелы, или полностью осознают те моменты, когда они случаются. В любом случае, они не сжимаются от страха, который предшествует этим моментам, и таким образом видят, что эти пробелы совсем не страшны. Так что же происходит во время такой паузы, когда вы ее полностью принимаете? Ответ – абсолютно ничего. 24 дар поистине волшебный и содержит в себе тайну гениальности. Гениальность – это гораздо больше, чем нестандартное мышление. Это квантовое мышление. К примеру, через 24 дар можно понять разницу между очень хорошим игроком в теннис и действительно великим теннисистом. Великий игрок не следует заданным шаблонам, которым противник может легко противостоять. Он будет играть совершенно нестандартно, особенно в самые напряженные моменты. Это дар изобретательности, который приносит в мир нечто новое. 24 дар – это родовой канал оригинальности, удивляющий как себя, так и других. Мозг можно разделить на серое и белое вещество, где первое участвует в процессе обработки информации, а второе – в ее передаче. 24 дар включает в себя таинственные процессы, которые происходят в глубине серого вещества. И этот дар действует как своеобразный нейронный спусковой крючок, запускающий процесс оригинального мышления. Когда вы обдумываете вопрос, сначала вы идете знакомыми тропами мышления, пока не оказываетесь в одном из этих волшебных пробелов. В момент, когда вы попадаете в этот промежуток, вы как будто меняете нейрологический механизм, и внезапно в вашем мозге открывается более эффективная сеть синапсов. Это позволяет вам мгновенно увидеть вещи в совершенно новом свете. Как ни странно, поскольку ваш мозг становится более эффективным, теперь вы можете использовать его менее интенсивно. Если снижается количество работающих нейронов в мозге, то ваши мысли и озарения могут стать более проницательными и ясными. Великая шутка заключается в том, что чем меньше используется мозг, тем разумнее вы становитесь. Один из лучших способов исследования пробелов – это искусство созерцания. Созерцание тайн жизни и смерти, природы изменчивости и страданий может внезапно привести вас к более высокому состоянию сознания. Созерцание – это сдача великой тайны, пока она внезапно и неожиданно не откроется вам через глубокое озарение. Сможете ли вы успешно поделиться своим озарением – это уже вопрос 23-го дара, который, как и 24-й дар, является частью генетической семьи, известной как кольцо жизни и смерти. Это сложная генетическая кадоновая группа, управляющая многими человеческими процессами входа в форму и выхода из нее. Один из ее главных символов – колесо. Здесь тот же механизм процессов, который соединяет вращение созвездий и галактик с вращением атомных структур в глубине наших тел. Это о пробелах между циклами, об интервалах между жизнями, о пространстве между атомами, о тишине между нотами. Магия и мутация происходят в этих промежутках. Этот кадон позволяет делать квантовые скачки в эволюции нашего сознания. 24-й дар – это сердце творческого процесса. Его секрет является одним из секретов самого творчества. По сути, это акустическая область, ведущая к повышению вибрационных частот вашей генетики. Каждый раз, когда вы попадаете в один из этих магических пробелов, у вас есть возможность или повысить октаву вашей частоты, или продолжать ходить по кругу. Одна из истин по поводу зависимости состоит в том, что вы можете использовать ее творчески для повышения вашей частоты. Изобретательность – это, по сути, и есть творческая зависимость. Вы просто испытываете спонтанное повышение частоты в склонности ума думать циклично. Зависимость думает циклично, в то время как изобретательность думает спирально. Все великие озарения в искусстве и науке, которые двигали человеческую эволюцию, пришли через мостик 24-го дара. Только тот, кто готов посмотреть в лицо собственному невежеству, может пересечь этот мост. И начинается это с готовности признать свое незнание и признать возможность так никогда и не узнать. Эта внутренняя честность создаст благоприятные условия для изобретательности, которые реализуются вдруг и совершенно непредвиденно. Обычно это происходит, когда вы находитесь в состоянии покоя, делаете перерывы в вашей внешней деятельности, наблюдаете, спите, мечтаете или просто ничего не делаете. Субтитры создавал DimaTorzok 24-й генный ключ. Ситхи. Тишина. 24-ю ситхи описать очень сложно. Как вы можете описать тишину? Очевидно, что никак. Можно только рассмотреть проявление этой ситхи и обозначить какой-то контекст. До сих пор мы рассматривали зависимость и то, как ее можно трансформировать в творческую изобретательность. Мы обсудили, как мозг следует паттернам и как эти паттерны могут мутировать в новые, более эффективные и более оригинальные. Когда мы приходим на уровень ситхи, мы должны полностью исключить ум. Тишина – это естественное фоновое состояние человеческого сознания, и она может возникнуть только тогда, когда мышление полностью остановлено. На протяжении веков люди пробовали всевозможные техники для остановки ума. Думание может быть приостановлено с помощью некоторых техник, но это временное спокойствие. И это не то же самое, что чистая тишина 24-й ситхи. Тишина 24-й ситхи – это тишина, которая спускается на вас, даже если она уже живет у вас внутри. Это происходит в результате сдвига во внутренней географии человеческого сознания. Настоящая тишина приходит тогда, когда механизм, контролирующий ваше сознание, переходит из ума в солнечное сплетение. Вы не можете сказать, что пережили состояние тишины, потому что тишина приводит к парадоксу того, что нет больше переживающего, который мог бы пережить опыт. Тишина отрицает все, сплавляя вместе субъект и объект. Чтобы сознание смогло измениться таким образом, должна произойти мутация в физическом теле. Эндокринная система должна создать определенные химические вещества, которые предотвратят процесс обычного акустического мышления. Вы больше не думаете. Жизнь думает вами. Это вряд ли может быть описано словами. На уровне ситхи больше нет мышления, но есть знания и незнания одновременно. Незнания проявляются, когда сознание отдыхает. Знания же, когда сознание вступает в той или иной форме в общении с внешним миром. И оба выражения в действительности являются одним и тем же. Когда ум перестает думать, все аддиктивное поведение прекращается полностью. Основная зависимость в убежденности, что вы отделены от жизни, уничтожена. В этом смысле тишина не обязательно означает физическое молчание. Тишина ситхи – это постоянная внутренняя тишина. Так же, как зависимость может быть трансформирована с помощью естественных пробелов функционирования сознания, так и состояние ситхи расширяет эти пробелы экспоненциально. Сама осознанность проявляется как завеса, скрывающая истинную природу этих пробелов, которые в действительности являются окнами в естественное чистое сознание. Чистое сознание – это тишина или пустота, что можно представить как то, что было до начала Вселенной. Только истинная внутренняя тишина может привести к окончанию майи или иллюзии вашей отделенности. Именно этой тишины, которая лежит между активностью ваших мыслей и за ее пределами, пытаются достичь техниками медитации. В 24-й ситхе есть и другие сюрпризы. Древние китайские мудрецы называли 24-ю гексограмму истин «возвращение». И это название имеет много интерпретаций и смыслов. Мы уже видели, с каким постоянством нарезает круги природа этого генного ключа. Это как смотреть фильм с одной и той же серией кадров, пока на уровне дара не будет вклеен новый сюжет и круг продолжится. Круговое движение жизни возвращается к пробелу, к тишине, к тому волшебному месту, где происходит эволюция и мутация. Это тишина между слогами жизни или пространство между атомами, о которых мы уже упоминали, так называемая трудноопределимая темная материя в современной физике. Наши мудрецы пытались объяснить это возвращающееся движение в человеческой судьбе на метафизическом уровне, что породило множество великих мистических теорий, и наиболее живучие из них – это теории кармы и реинкарнации. Особенно эта ситхи связана с общей доктриной о реинкарнации. Мудрецы уже тысячи лет говорили о великой судьбе человеческой души, которая воплощается в форме, живет в кармических циклах, а затем переоплощается снова и снова, пока не преодолеет мир формы. Похоже, что у человечества есть своеобразный вид космической зависимости, к самой форме, и пока эта зависимость не будет разрушена раз и навсегда, человечество не сможет стать по-настоящему свободным. На этой заключительной ступени, когда разрывается связь с материальной формой, считается, что душа становится просветленной и возвращается в океан бытия или к Богу. Появление таких доктрин легко объясняется через 24-й генный ключ. Это попытки ума объяснить жизнь. В нашу постмодернистскую эпоху Запад принял эту восточную идею о реинкарнации в качестве основного догмата. Большинство наиболее известных учителей и гуру открыто говорят о факте реинкарнации. Эта тема глубоко обсуждается в 22-м генном ключе. Однако, поскольку 24-я ситхи несет в себе свидетельствование, реинкарнация является одной из интерпретаций намного более простой правды. И, по крайней мере, с точки зрения 24-й ситхи, в этой концепции нет ничего, кроме иллюзии. Несмотря на то, что говорят учителя, большинству людей нравится идея реинкарнации, потому что она дает надежду. Есть что-то, за что можно держаться после смерти. Это дает нам чувство преемственности и справедливости, лежащие в основе творения. Однако, с точки зрения 24-й ситхи, реинкарнация – это просто очередная человеческая концепция, рожденная языком майи. Эта тема рассмотрена в 44-й ситхи, который является программным партнером 24-й. Обе эти ситхи оголяют человеческую историю до самой чистой и простой структуры, в которой человек рассматривается отстраненно в виде простого генетического инструмента для игры сознания. Когда одна часть инструмента умирает, она исчезает, сыграв свою роль в написании великого трансцендентного сценария. Несмотря на то, что оборудование смертно, как говорится, шоу must go on, шоу должно продолжаться. То, что видится как возвращение в мир форм, в действительности никогда его не покидает. Тела рождаются и умирают, и их специфическое функционирование осознанности умирает вместе с ними. Но в целом сознание продолжает свое скрытое течение. Оно молчаливо, нематериально и простирается за пределами мира форм. Таким образом, когда вы отождествляетесь с прошлой жизнью, вспоминаете ее или даже видите будущую жизнь, вы просто читаете информацию вашей фрактальной линии. Она содержится в крови, но ни один аспект «я» не переживает смерти, кроме тишины самого сознания. Как может быть что-то кроме тишины, когда истинная тишина отрицает саму осознанность? Безусловно, есть некоторая истина в концепции реинкарнации и в ее кульминации, просветлении. Тем не менее, все попытки идентифицироваться с продолжением личной осознанности являются разбавлением истины. Единственная вещь, которая действительно реинкарнирует, это сама тишина. В 22-м генном ключе вы можете прочитать все о реинкарнации, просветлении, о различных тонких телах и их воплощении в форму, о движении по состояниям бордо, между жизнями и новыми воплощениями. Вы также можете узнать о каузальном теле, тонком слое вашего существования, который переживает смерть и несет квинтэссенцию вашей эволюции в следующую жизнь. Но каузальное тело в какой-то момент процесса становится иллюзией, растворяясь или разрушаясь, когда приходит просветление. Когда вы находите пробел в великом колесе, в этом месте реинкарнация заканчивается, и вы покидаете эту пьесу навсегда. Все эти прекрасные описания фактически являются частью сценария нашего небесного спектакля, и их настоящая цель в том, чтобы помочь уму, дав ему чувство логической преемственности. Тем не менее, помните о природе этого великого парадокса, который поднимает вас на уровень ситхи. Все эти описания являются необходимыми приспособлениями внутри Майи, и они могут или не могут помочь вам в ней расслабиться. Ключ всегда в расслаблении, потому что только расслабившись, вы можете обнаружить волшебство в пробелах и испытать истину непосредственно, не ментально, а на глубинном уровне своего существа. В истории генных ключей 24-й ключ – это великий катализатор для опыта просветления. В определенный момент в развитии каждой генетической и кармической фрактальной линии некая часть генетического снаряжения приходит в мир и представляет собой кульминацию этой линии. И когда она полностью расцветает, это знаменует финал всего мифического аспекта человеческой истории. Поскольку таких людей рождается все больше и больше, история человечества медленно подходит к концу. Когда все истории будут рассказаны, все, что останется – это тишина, которая была там всегда в этих волшебных промежутках между атомами, нотами, словами и жизнями всех человеческих существ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok